Этот отчет формально пусть и назывался годовым, но по сути времени на кардинальную смену подходов у Павла Малкова было меньше. Он в Рязанской области только с мая. Впрочем, ключевые изменения в регионе, которые были и еще будут, напрямую сегодня связаны со скоростью принятия решения. А еще от максимального погружения в решение всех вопросов. Главное событие года, по словам Павла Малкова, проведение специальной военной операции. Мы гордимся каждым бойцом из Рязанской области, и наш долг, наша обязанность – это оказывать всю возможную, всю необходимую помощь военным и их семьям. У нас была оперативно разработана комплексная система мероподдержки, выплаты, налоговые, социальные льготы. За каждой семьей закреплен куратор. И вот тоже благодарю депутатов за участие и за активную поддержку соответствующих законов. Особенно благодарю за оперативность при их принятии, потому что сегодня скорость принятия решений значит очень много. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию в экономике, в том числе санкции, Рязанская область вышла в плюс. При этом поддержка региона федеральным центром, по словам губернатора, беспрецедентна. Финансовая помощь федерации сегодня такая, какую регион еще никогда не видел. Вот только на национальные проекты выделено 27 миллиардов рублей. В 2022 году рост больше, чем на четверть по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 миллиардов – это средства федерального бюджета. Реальный сектор экономики сохранил устойчивость, продолжает развитие. Рост главного регионального продукта в прошлом году оценивается в 101,1%. Среднемесячная зарплата составила 45 300 рублей. Это на 11,7% больше, чем годом ранее. Сохранилась стабильность на рынке труда. Уровень безработицы в течение года не превышал 0,7%. На конец декабря снизился даже до 0,6%. И сегодня-то скорее можно говорить о дефиците рабочих рук, чем о безработице. В экономику региона, по словам Павла Малкова, уже инвестировано почти 93,5 миллиарда рублей. Но даже эти цифры еще не окончательны. Губернатор отметил серьезные показатели роста в сфере промышленности, которая составляет основу экономики области. Индекс промпроизводства по прошлому году составил 109,2%. Это второе место по ЦФО и девятое место по России. Павел Малков отметил работу Центра поддержки экспорта, который по итогам прошлого года вошел в десятку лидеров в России. Еще очень важное событие – это создание в регионе аэрокосмической инновационной долины. Но, опять же, здесь мало просто объявить о создании. Это несложно. А на самом деле сложно наполнить ее реальным смыслом. Вот сейчас у нас уже более 50 высокотехнологичных компаний выразили готовность стать резидентами. С 14 уже заключены соглашения. А это работа в сфере аэрокосмических, биомедицинских, информационных технологий, электроника, радиотехника. Вот это на самом деле есть практическое исполнение поручения президента по ускоренному развитию и обеспечению технологического суверенитета. В сельском хозяйстве регион активно использует меры господдержки. Индекс производительности – 116%. По темпам роста Рязанская область на первом месте в округе и на 16-м в целом по стране. Есть успехи и в системе здравоохранения. В прошлом году на нее было направлено почти 16 миллиардов рублей. В регионе построено 14 ФАПов, одна врачебная амбулатория, проведен капремон 33 объектов. Серьезно переоснастили перинатальный центр. И это привело к нужным результатам по самой резонансной теме. Главный конечный результат для нас – это не сохранение на каком-то одном этапе беременности, а живой и здоровый ребенок. На это должна быть нацелена вся система. Нужно учитывать все аспекты. Но результат – вот уже сейчас младенческая смертность снизилась за предельных 10,4 промилле в середине прошлого года до 4,9 промилле. Это текущая цифра скользящая. Будем работать и дальше над ее снижением. В системе образования 19 школ региона отремонтировали капитально. Началось строительство школы-интерната в Шацком районе. В область прибыли 55 новых школьных автобусов. Сейчас как раз есть огромная поддержка на федеральном уровне. Благодаря решениям президента реализуются нацпроекты. И это шанс сдвинуть множество застаревших проблем по всей области. Сегодня мы ускоряем все управленческие процессы, подчеркнул Павел Малков. Наша задача – сделать регион по-настоящему благоустроенным и комфортным. Легко и просто не будет. Но, уверен губернатор, все вместе мы справимся. Продолжение следует...